В пятницу в Мексике стартует второй раунд переговоров по НАФТО с Североамериканскому торговому соглашению. Правительство Мексики настроено позитивно и надеется договориться с США, но на всякий случай готовится к различным сценариям развития событий. В том случае, если Вашингтон решится на ликвидацию Североамериканской зоны свободной торговли. Мехико намерено искать в связи с этим возможности укрепить свои торговые связи со странами Южной Америки, Азии и Океании. В частности, речь идет о возможных новых торговых соглашениях с Бразилией и Китаем. Администрация Дональда Трампа продолжает угрожать денонсации договора о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТО еще до того, как начатые по настоянию Трампа переговоры по обновлению этого договора завершатся. Угрозы Вашингтона разорвать договор явно испытывают на прочность терпение мексиканских властей. Но за НАФТО Мехико намерено сражаться. Об этом заявил министр экономики страны Эльдефон Сагуахарда, дав понять, что переговоры должны вестись за столом, а не в Твиттере и социальных сетях, намекая на стиль общения действующего американского президента. Эти переговоры по НАФТО будут непростыми. Начало переговоров пока похоже на горки. Есть хорошие моменты, есть очень сложные. Но, к счастью, экономика Мексики не зависит от сообщений в Твиттере. Переговоры не проводятся в социальных сетях. Рынок понимает это. И поэтому мы сейчас в ином положении, чем в начале года. США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. При товарообороте 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит Соединенных Штатов составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов. Трамп назвал такое положение дел несоответствующим американским интересам. Второй раунд переговоров должен начаться в ближайшую пятницу, и Мехико показывает готовность найти консенсус. Если вы спросите меня, возможно ли, что с учетом всех этих усилий, после очень хорошего первого раунда переговоров, которые мы провели в Вашингтоне и которые продолжатся в Мехико в пятницу, есть ли вероятность, что они зайдут в тупик? Мы такую возможность не исключаем. Но мы ведем эти переговоры, исходя из того, что другой альтернативы нет. Нам необходимо договориться. США – крупнейший из трех государств нафта, которое действует с 1994 года и объединяет три страны с населением почти полмиллиарда человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов. Оттава и Мехико призывают Вашингтон подумать о последствиях выхода из соглашения нафта. Второй раунд переговоров должен, по сути, улучшить их динамику. Но мы постоянно имеем дело с тем фактором, что в разгар переговоров вдруг возникает политик, который выступает с рядом заявлений. И я говорю о президенте Соединенных Штатов. Он постоянно нам напоминает о том, что эти переговоры не похожи на другие. Обычно исполнительная власть не мешает работе переговорных групп и подключается к переговорам на завершающем этапе, когда достигнут результат. Мексика, впрочем, дает понять, что имеет в запасе и план «Б». Речь идет о создании новых торговых союзов, как с южноамериканскими странами и в первую очередь с Бразилией, рынок которой выглядит привлекательно, так и с азиатскими, главным образом с Китаем. Речь идет и о возможных экономических соглашениях с Австралией и Новой Зеландией. Но как бы то ни было, для Мехико наиболее выгодным даже на более жестких условиях, похоже, остается экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами. Экономика страны развернута, если угодно, в сторону северного соседа. Можно не сомневаться, что Мексика будет настойчиво искать компромисс. Насколько он будет возможен, очевидно, прояснится в ближайшую пятницу с началом второго раунда переговоров по НАФТО.